Отлично! Супер! Ух ты! Никому не рано и никогда не поздно. Для участников клуба «Активное долголетие» провели мастер-класс на скалодроме в Одинцове. Несмотря на высоту маршрутов, подобрать трассу по сложности и уровню физической подготовки здесь можно для людей любого возраста. Вообще скалолазание само по себе подразумевает от собой работу всего организма. То есть там нет конкретно, что у вас работают только руки, только ноги. То есть здесь работает все тело целиком. Гармоничное физическое воздействие на организм человека, которое можно давать дозированно. То есть все зависит от того, какую категорию трасс люди лазают, они могут менять нагрузку. Попробовать свои силы в покорении вершин приехали 10 участников Одинцовского клуба «Долголетов». Вначале общая физическая разминка. Далее более предметный инструктаж у подножия трассы, где опытные тренеры показали, как правильно ставить ноги, браться за зацепы на стене и, что немаловажно, распределять центр тяжести. Я себя сейчас потяну, а на лыжник свободный будет рывок. Рывок нам не нужен. Берем и разжимаем руки. В этот момент, да. Мастер-класс на скалодроме впервые проводится для участников проекта «Активное долголетие». В результате под руководством опытных инструкторов Одинцовские первопроходцы покорили вертикальные трассы высотой до 13,5 метров. И организаторы собираются продолжить эту увлекательную практику. Сегодня получим мнение наших участников. Они скажут, понравилось, не понравилось, тяжело, не тяжело. И приведем еще серию мастер-классов для нашего клуба, может быть, для клубов наших и в Звенигорде, и в Одинцово. И предложим им попробовать свои силы вот на этом скалодроме. Мастер-класс подарил незабываемые впечатления всем участникам, несмотря на пол и уровень физической подготовки. Азарт, вдохновление, ну и желание продолжить. «Я сегодня первый раз попробовал это дело, конечно, эмоции просто переполняет это честно». «Мы счастливы здесь, в активном долголетии, мы счастливы». Подробнее об экстремальном мастер-классе для Одинцовских долголетов смотрите в программе «Специальный репортаж». Полина Колмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».